Александр Николаевич, как вам кажется, российский кинематограф в части авторского его воплощения может ли быть ближе сегодня к зрителям? Что нужно для этого сделать, для того, чтобы он стал ближе к зрителям? Ну, вы знаете, авторский кинематограф меняться не может, потому что он авторский. Поэтому его, так сказать, условия его существования – это непохожесть мышления автора, его мира на уникальность его. Поэтому мне кажется, что хорошо бы зрителя подтягивать к этому кинематографу, а не кинематограф подтягивать к зрителю. Это, в принципе, является одной из главных наших задач, потому что, в принципе, это упирается в одно и то же. Вот люди, которые не могут войти в новую жизнь, люди, которые не понимают демократию, которые считают, что свобода – это страшное искушение, изобретенное Ельцином и чертями, какими-то. Они же – вот это вот тот же тип мышления, которые не хочут увидеть другого взгляда на этот мир, непохожего взгляда, понять, что этот другой взгляд может быть интереснее, чем его собственный. Мне кажется, что тут может только идти речь о том, что мы должны заниматься воспитанием, образованием, образованием. Вот во Франции, например, в школе есть предмет «История кинематографа», где людей учат. Ведь литература, она же учит людей читать книгу. Вот человек не может не уметь читать, его учат в пятом классе, ему говорят, вот капитанская дочка. Вот что такое образ Петруши Гринева, правда? Вот это ведь… А вот почему? А вот почему он такой? И так далее. Вот точно так же, видимо, надо преподавать кино, потому что что-то произошло в головах у людей, что ли они не воспринимают больше. Как вы считаете, Александр Николаевич? Мне кажется, что как авторский кинематограф, он как раз-то и ближе зрителю, потому что он очень совпадает с национальным зрителем. Он в той части образованной публики наших, наших образованных соотечников, он очень устраивает его, и он очень оригинален, разнообразен. В отличие от визуального товара и коммерческого кино, которое повторяет, как правило, насколько я понимаю, братьщики всякие, пришедшие к нам из западной… Дурные, причем плохо повторены. Да, да, да. Это на самом деле не так и сложно. Сохранится в параметрах коммерческого кино русское, может только если оно будет последовательно идти во след за кем-то. Ну, вот на смысле авторское кино в России, оно вполне адекватно и времени, и вызовало времени. И нам никогда не было стыдно за наше кино. Ни за Довженко, ни за… Это же тоже самое авторское кино, да? Нам никогда не было стыдно за них, и потом мы же прекрасно понимаем, что серьезное большое кино, оно все равно, вот эти вот все основные рекалы, они все равно были в России, да? По-настоящему, большие все, да? Ну, может потом со временем Бергман что-то перехватило уже на том, уже более таком психологическом таком смысле. А по сути, по сути, именно авторское кино в России, на мой взгляд, это и есть кинематограф, на самом деле. И пока будут существовать, халантливые люди, оно всегда будет существовать. Это нахуй предрасположенный кинематограф, мне так кажется. Главное, главное дать возможность людям, которые предрасположены в кино, дать возможность снимать им, правда? А уж что делать с кинопоказом, это такая тотальная зима. Но все равно кино должно, надо, чтобы люди смотрели. Согласен, согласен. Но не может быть. Чтобы умели смотреть. Вот как учить смотреть, как учат читать книги, по-моему, надо учить смотреть фильм. Потому что, понимаете, сейчас как бы есть две тенденции. Вот есть тенденция, что ты в кино идешь как в супермаркет. Вот простые ребята, как мне говорил один продюсер, он говорит, ремеслуха спасет этот фильм. Я знаю, что ремесленные училища, ремесленные, все вот эти 14-15. То есть, так сказать, тенденция, что ты идешь в супермаркет развлечения. Ну, визуальный товар. Покупаешь там на полке конкретно, как ты знаешь, кусок колбасы, который ты уже знаешь, сосиски. Покупаешь там полтора часа какого-то времени и должен, так сказать, съев это, выйти. И забыть. Чтобы вообще ничего не произошло с тобой совсем. И это, конечно, тенденция, она опасна. Потому что мне кажется, что люди перестали считывать сюжеты. Я почему говорю, что нужно какое-то образование делать? Люди перестали считывать сюжеты. Вот все последние успешные фильмы такие массовые, там типа «Елки» или что-то еще, они стали делать новелки по 10-15 минут. То есть, 15 минут человек держит в голове, 15 минут. Но сейчас, у нас уже сейчас удивительная система. У нас в нашем стриме исчезли детективы, исчезли триллеры. Там же в детективе надо же вспоминать, что это вот тот самый, тот самый, который, помните, там на пятой минуте. Вот это он, какой там, кто? А что это за мужик там? А что, он был уже, да? То есть, как сказать, это вот, и вот это такое какое-то полное расслабление ума. Мне кажется, что просто надо что-то, что-то, ну, не знаю, есть еще какие-то, наверное, возможности. В общем, есть еще такое понятие, как мода. Вот во Франции, например, в Париже, я знаю про Париж, там смотреть сложные фильмы модно. Там молодежь втягивается в это тем, что там есть сотни залов небольших по Парижу, где идут все фильмы. Ты можешь там посмотреть, начиная вот от Гриффита и Довженко того же самого, кончая самыми последними. Это небольшие залы, 100 человек, 70 человек, 120 человек, но они всегда полны. Там стоит вся молодежь, студенчество стоит там. Вот как бы сделать, создать нам эти залы, у нас в кинотеатре превратились в какие-то вторжища такие. Это огромный мультиплекс, это пиво льется, это два китайских ресторана, ведра поп-корна. Надо, чтобы сама экономическая ситуация вокруг культуры и кинопоказов стала другой. Попробуйте там в Петербурге открыть 5-6 таких небольших кинозалов, их задушить, районная местная администрация налогами и так далее. Там и места не найти, и оборудование дорогое, ну и безумное количество проблем. Это общество, экономическое и политическое, вот, до кого-то, то есть, без всякого сомнения. Это мы имеем уже, допустим, ситуацию с музеем кино, да, или там с иллюзионом, куда уже картически никто не ходит. Нет рекламы, нет популяризации подобных залов, и залы сами пропадают. Но вот это проблема государства какая-то. Регулярно, регулярно. Кинопоказ должен быть регулярным. Если у нас есть какой-то кинотеатр, да, мы должны знать, что в любом случае 20 человек, или 15 будет в зале, или 8. Кинопоказ состоится, да, в любом случае, всегда. Первое и второе условие, зрители, приходя в эти кинотеатры, должны понимать, что за кино он там будет смотреть. Правда, если нет? Он не должен смотреть всякую сено-соломы. Да. Содержательные вещи, важные для человека, да? Репертуар и периодичность. Это требует и профессиональной работы, и экономического участия. А вам не кажется, что ритм жизни сам диктует зрителю, как воспринимать кино? Что он настолько изменился, что зритель ждет, и он уже, как сказать, испорчен его вкус и этим ритмическим кино? Нет, нет, нет. Если так, мы должны зачерпнуть все, что было сделано до нас, и не только в кино. Ну, культура же не останавливается. Что сказать, что вообще культура остановилась, и теперь мы будем жить в супе в таком каком-то. Нам нужно противодействовать, если такие тенденции существуют, нам нужно противодействовать этому. Мне кажется, что это государственное дело, на самом деле. Вот во Франции, это государство, я всеми говорю про Францию, для студентов билет стоит половину или еще меньше, для пенсионеров билеты ничего не стоят. И вообще, как сказать, любой авторский фильм на французском языке, то есть он, выражающий французское мышление, французскую культуру, французский язык, он, кинотеатр получает субсидию, продюсер, дистрибьютор получает субсидию, государство последовательно продвигает эти фильмы. Часть культуры представления европейского государства, важнейшая часть культуры, когда это становится политическим волевым фактором, культура как таковая становится важнейшим фактором культуры жизни общества и народа, тогда и у нас это начнет меняться. У нас это, к сожалению, не является ни частью политики государственной, сама культура сама по себе, и определение культуры, и значение культуры для общества абсолютно ничтожное представление руководства, руководство нашего. Ну, пустое место. Мы не допустим того, чтобы мы говорили пустое место, но нас пытаются сделать этим самым пустое местом, некими маленькими эпизодами в жизни общества. Ну, она уже началась, потому что надо, чтобы наша власть поняла, что люди, которые не читают хороших книг и не смотрят новые интересные фильмы, они не могут не работать нормально, не голосовать нормально, не строить свою жизнь нормально. Это как бы полулюди, вот надо осознать, Европа именно это осознала, она поняла, что европейцы должны смотреть свои фильмы и должны жить в луче своей культуры. Иначе это безвременнее, так сказать, манкуртство и… Нет, они это еще понимают, потому что они понимают, сколько велико давление американского вот этого всего, всего вот этого комплекса, да, не только политического экономического, но и культурного, да, или ксерокультурного, или массового, скажем. Мы никак не можем понять, что на нас действует все вместе. И то, и другое, общество гораздо более разобщено, страна огромная, для того, чтобы культура определяла что-то, чтобы она была мощной, сильной, чтобы она наступала, чтобы она была постоянным фактором жизни общества, да. Это не политическое событие должно быть событием государственным, да, а государственным событием должно быть событие культурное. И из культурных событий нужно большую политику, если говорить о… Это правда. Иначе люди обречены на одиночество. Культура – это то, что делает из людей, из населения, ну, народ. Вот именно культура. И ничто, ни деньги, ни нефть, ни что другое не делает, ни чувство глубокого удовлетворения внутреннего и покоя не делает народ. Народ сбит вообще гвоздями культуры, конечно. А может ли, с вашей точки зрения, фестиваль «Зеркало» стать таким кирпичиком в общекультурном контексте? Ну, вот мы пытаемся это сделать, и я вижу, что это вызывает все больше и больше какого-то вот интереса. Меня поражает, кстати, реакция крупных кинематографистов со всего мира. Для них имя Тарковского – это ключ, который открывает их сердца. Без денег, без специальных условий они едут сюда, едут своими ретроспективами, с фильмами. И приехал сюда, Карл Сарегадос, прямо победитель Каннского фестиваля, из-за того, чтобы поехать к себе в Мексику и пожинать там плоды. Вот он здесь, так сказать. Потому что для него имя Тарковского – это, ну, что-то святое для него. И это должно быть, надо пробить это в нашей стране. Мне стыдно говорить, но даже небольшие сериальные актеры требуют денег, чтобы приехать сюда, на фестиваль Тарковского. В отличие от Ральфа Файнса, который был в том году, которому просто было смешно думать об этом, насколько я понимаю, этого человека. И, конечно же, наш фестиваль – это попытка еще раз сказать, во-первых, что авторское кино – это изначально русское. Один из изобретателей великих авторского кино – это, конечно, Тарковский. Он просто, он как бы вот изобрел его. И образ нонконформного человека, который не покупался, не продавался, которого нельзя было ни испугать, ни подкупить. Это образ, интернациональный образ художника он создал. Правда? Да. Это рагический образ. Да, он подхватил, в конце концов, эту эстафетовую предшествию. Я еще раз говорю о Довженке, например, этого не снимал. А Довженко забытый. Правда величайший? Почему? Я не знаю. Именно художественная, без всяких спекуляций на фирософском. «Земля» – это же Довженко. Это вообще величайший фильм. Все говорят про Эйзенштейна. Никто не говорит о «Земле». Довженко – это, может быть, один из самых потрясающих фильмов вообще 20 века. Он часть цепи этой. Вот это в этом деле. Если бы не было Довженко, Тарковского бы тоже не было. Надо бы, чтобы кто-то… Именно Довженко, конечно. Вот правильно вы говорите, он Близзард. Да, да. Кто-то должен был первым пойти по этому пути, тогда, когда вообще никто персонификацию в кино, как это так, в художественном контексте особенно себе не представлял даже. Александр Николаевич, а не секрет, что у вас журналисты и критики называют последователем Тарковского. Как вы относитесь к этому? Ну, я плохо относюсь к этому, потому что я никогда не учился у него, я никогда с ним не работал. Я был просто хорошо знаком близко, и я очень любил его как человека. И он говорил, что мы очень разные люди, разным занимаемся совершенно. Для меня документальное кино, с той же равнозначной, как и игровое, и разное событийное, и историческое. И, конечно, очень разные люди. Просто, может быть, происхождение наше из литературы одно, да, мне так кажется, что Тарковский из литературы произошел, и я никогда не буду говорить, что я кинетографист, я просто внимательный читатель, я только внимательный читатель. Литература для меня важнее, чем кино. Ну, для меня тот инструмент, которым я вот сейчас живу, так сложилось в моей жизни, но это не самое важное для меня, и это не самое, как это сказать, не самое главное. Для меня кино и режиссуры, это не является каким-то таким верхом достижения цивилизации и так далее. Литература, литература, тысячу раз, тысячу раз литература. Это правда. Гораздо богаче и тоньше, это правда. Конечно, конечно. Писатель работает... Мы сразу видим фальшивое лицо, фальшивый жест, фальшивое слово. Шутиться в кино очень-очень просто, да. И кино стареет быстрее, чем литература. И литератор работает в условиях гораздо более органичных для художества, да, чем кинорежиссер, да. Как раз мы ужасались и страдали от того, что... Ну, что это за такое, за ремесло, что за, в принципе, за такое, за профессия, когда там ты снимаешь Павла, сказал, у тебя 36 лет. Ну, это с ума сойти же надо просто, да. Но других условий нет. У нас мы экономическая очень, индустриальная, фабричная очень образовательная. И в этом смысле мы несем все издержки этого, естественно. Спасибо, что вы не изменяете авторскому фильматографу. Огромное вам за это спасибо. Это просто поднимает, я надеюсь, нашего зрителя на много интеллектуального уровня. Ну, еще. Да, и зритель нас подтягивает тоже, как Павел тоже это сказал. Да. Среди наших зрителей есть люди блестящие и уникальные, удивительные. Я не говорю, соотечественников наших, да, когда к тебе кто-то подходит, незнакомый человек, и пожимает тебе руку, благодарит за картину, потом ты узнаешь, кто это. Ну, это правда, да. Вот ты думаешь, что ого-го, и тебе еще до этого человека ползти и ползти, да. И нас, наши зрители, они как-то благораживают на самом деле наше дело и дают нам какой-то стимул, потому что мы тут прекрасно понимаем, что создать идеальную картину невозможно, да, мы не можем. Ну, картина не может быть идеальной, стихотворение может быть идеальным, правда? Потому что стихотворение – это образ идеального искусства. Я читал, Андрей Плаков написал, вот послухли картину «Хамоти», что это абсолютно идеальное кино. Ну, пусть останется на совесть Андрея, да, но Андрей не режиссер, и он, видимо, не совсем понимает, что идеальное кино невозможно. Невозможно. Это, к сожалению, а может и к счастью невозможно. Я бы так сказала про вашего Фауста, про вашего дирижера нет. Про Фауста точно это картина, имеющая много достаток. Нет, но Фауста – это все-таки фильм абсолютно вневременной. Дирижер – это фильм временной, быстрый. У Фауста есть возможности и основания долго не умереть. Он говорит все-таки, он действительно говорит о вечно. Ну, какое-то время. О проблемах. Мы бы поговорили, я бы, в основном, поговорил бы о Фауста. Но я хочу сказать в конце, что очень важно все-таки понять, что у нас ошибочно считается, что все кино называется одним словом кино, и что это бизнес. Вот считается театр, это не бизнес. Почему-то театр – это искусство, хотя там идут дикие по пошлости какие-то выдавили, которые, правда, собирают. А кино… Ну, есть два кино. Есть вот кино-один и кино-два. Есть кино-бизнес, и довольно дешевый, так сказать. Или дорогой в Америке, но простой, в общем-то. И есть кино, которое два. Кино-авторство, которое не является бизнесом, которое является чем-то вроде заместителя попытки младшим братом литературы, который нельзя оценивать в категориях денег. Просто надо, чтобы народ жил и люди жили, чтобы это кино было сделано. Вот и все. Оно должно быть, как должна быть написана книга. Вот это, мне кажется, что это главная мысль – разделение этих двух типов фильмов. Правда? Визуальный товар и киноискусие. И киноискусие. Вещи совершенно несопоставимые. И слава богу, пришло время, когда мы можем четко сказать, что разделение произошло. Еще в 50-х годах это было так, как бы едино. Да, это правда. Это правда. И каждая выходящая картина имела шанс и в наших глазах выглядела очень достойно. Достойно. Сегодня мы уже можем сказать, что с одной стороны находимся там мы, например, да, с другой стороны находимся абсолютно противоположное, ни с чем с нами никак не связанное, да. Это правда. Оно абсолютно вот, разошлись его пути, разошлись совершенно. И наши аудитории разошлись. И у нас уже разные люди, у нас разные два, и внутри народа два народа, да. Один народ, который начинает понимать и развиваться, и другой народ, который... Не может войти в эту жизнь. И они же не могут пойти и посмотреть фауст, грубо говоря. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Гениально. Спасибо. И в мою камеру посмотрите. Спасибо. 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 Спасибо.